собирает лёшек огурчики оделся чтобы мошкара его не съела они расползлись у нас вот так вот такая вот получилась грядка за грядкой вот ну что то есть ты вчера собирал то лишь вчера собирал вот сегодня еще кабачки собрали вот он сколько огурцов огурцы в этом году много нам столько даже не надо даже всем нам включая что мы будем угощать ну а что делать а вдруг на следующий год не будут огурцов до данный следующий год я столько и садить не буду наверное не столько и не надо просто в прошлом году я садила же столько же и вообще ничего не закрыла у меня за прошлого дня огурцы а в прошлом году вообще ничего не закрыла не было может потому что дожди 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 мокро холодно алёшек все на виноград посматривает когда уже будут виноград виноград ой называется как-то алёшенькин что ли и алёшенька белый вкусный мы уже пробовали один под столом спит другая там на крыльце он разлеглась тихий час варя паря варя 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 это за это тарелка лёшек у нас ты переложила тарелку оставил в общем тишина вот так вот отключила я хочу рассказать что мы делаем вот это здесь у нас натертые огурцы вот лёшек давид чеснок вот сюда мы сейчас добавим соль это не огурцы для лёшка да хотя ему понравились дали жевать не надо он уже с полки вас ел сейчас вот еще чесночком будет вообще вкусно вот будут у нас пирожки уже с этими пирожками крыша поехала огурцы будут в собственном соку ребята жарко у нас в общем я у соседки попробовала прошлом году огурцы вот такие вот в собственном соку ребята какие вкусные обалденные вот и решила сделать сама в этом году огурцу много вот этих всех кабанчиков мы собрали которые там переросли лёшек потер на терочку вот туда сейчас чесночок сольку вот огурчики в баночку и пересыпем этой кашкой огуречной вот ну я сейчас вам покажу как что надо делать в общем ничего сложного не стерилизовать не не варить ничего не надо не кипятить вообще ничего просто закладываете и все закрываете и на полочку и огурчики вообще ну вот вот такие вот прям ну что ребята вот наши виновники так мне как бы тут расположиться вот так сюда чуть подальше так поставлю вам не видно ну да и ладно зачем они вам правда вам главное бы увидеть весь процесс вот значит что у нас так надо добавить вот сюда соль потому что здесь у нас только чеснок огурцы и чеснок так на каждый килограмм огурцов две ложки соли такие вот чуть с горкой у нас здесь три килограмма значит 6 ложек ну вот так вот 1 2 3 ну положу половинку а то лёшек съел полкило да нет конечно не только его но все равно хвосты обрезались там все такое все теперь нам надо все это хорошо размешать вот огурчики пустят сок сейчас от соли вот и у нас будет нашего заливного материала много даже я думаю нам столько и не надо останется ну я так думаю что я поставлю его в холодильник завтра еще подсобираю огурчиков и сделаю еще потому что огурчики получает получается вкусная прям вот как будто вот только с грядки они и такие вот как малосольная ой обалденное просто просто вкусняк банки я простерилизовала здесь у меня укроп хрен и горчица горчица семена горчицы нужно если нет семян горчицы можно сухую горчицу если нет сухой горчицы можно горчицу обычную из баночки смазывать крышечку перед тем как закрывать вот в общем все поехали погнали значит что на дно на дно нам надо положить укроп ушку вот немножко стебли вот такие вот я порезала и зонтик немножко вот совсем чуть-чуть и насыпаем нашей кашей этой огуречной так все вперед пошли огурцы так еще какой-нибудь один тонкий огурчик может влезет в лес и теперь заливаем вот этой кашицей и ну кажется и не получится наверное не пролезет да а вот этим вот соком до так теперь нам надо оторвать вот хрен листочек хрена и вот так хорошо вот так вот прикрыть это для того чтобы не было плесени этот хрен и и чайная ложечка горчицы вот сюда вот насыпаем все и закрываем крышечкой крышечку конечно надо капроновой но у меня капроновой нет поэтому я не буду прям уж так плотно закрывать вот вот такие вот огурчики у нас получатся вот так вот так погнали дальше в общем я вам показала смотрите могу еще раз повторить на дно укропчик немножко стебли и немножко вот прям вот кашки кашки малашки все пошли огурчики этот большой такой этот не влезет ладно мы его пока отложим а потом что-нибудь придумаем это тоже надо немножко отрезать немножко маловатые баночки у меня нет больше литровых банок только вот 700 граммовые ну какие есть вот так вот чуть-чуть укоротим вот ребята что у меня получилось вот такие вот баночки вот ребята что у меня получилось вот такие вот баночки красивые необычные такие я их пока выносить не буду вот покажу поближе такую баночку какую-нибудь взять любая баночку любая баночка вот такие вот огурчики здесь у меня 5-6 огурчиков получается вот как раз на два раза может быть и хватит вот в общем что делаю дальше выносить я их пока не буду потому что сделала их первый раз поставлю вот сюда так это баночка у меня одна осталась неиспользованная я готовила 10 банок получилось 9 вот поставлю сюда и понаблюдаю понаблядаю в общем все у нас дочечек прошел хорошо свежо как оборванец боже эта рубашка уже такая страшная ребята но она не выстирывается она вся в помидорной пыльце она же вообще не отстирывается можно замочить ее там в соли уксусе суде это рабочая рубашка да я ее простирала вот только вывесила вот она через два часа высохла даже еще раньше алёшек опять ее надел ну одна она у него такая любимая больше нет сейчас хотим опрыскать эти помидорки помидорки фитоспорином потому что горький опыт прошлого года говорит что надо надо пока еще не поздно сейчас опрыскаем еще потом через десять дней в общем на ведро воды надо две чайные ложки вот этой мазуты да возьми может меньше возьми 9 литров ну так чтобы чистая была чтобы ведро было чисто муж из бочки набрать там чистая вода ничего не плавает чтобы ведро было чистое чтобы не засорялась же это там отметки есть в ведре а тут как ты наберешь 10 литров на 9 ну тебе надо все лиза что ты такая вот мартышка проверка таможня шо скрипатая нос задрала хватит-хватит-хватит-хватит наливай две две чайные ложки с горкой вот одна да наверно хватит две потому что мазута получается такая вот чем-то надо помешать сейчас в самарской области черный смородин собирает 250 рублей килограмм это их цена а сюда дойдет сколько она будет стоить ну да у нас опять дождь идет пошел дождик ой да и пускай идет боже мой тут там облизывайся уже а лизуна-близун вот такой вот так приятно дождик капает такие тучки вон там мы уже сегодня в новостях говорили про Волгоградскую область там 42 ребята 42 в тени все листочки поливать да все листочки поливать все листочки дождик барабанит а перчики висят вон вот такой огурчик эй перчики наливается о как барабанит тучик как барабанит тучик о о когда мы жили в москве тоже как то вот я сидела смотрела видео про деревню но не то что видео а объявление просматривала и там просто в объявлении было видео про дом вот и как там шел дождь в дождь его показывали вот там надворные постройки все боже-ка а на улице жара такая лето как же было приятно вот это вот смотреть это видео и слушать как барабанит дождь по зонту вот по крышам ой здорово так что струя да да конечно подкрути посильнее сделай о о какой о первый мягкий ага такой цепель пахнет ой как пахнет даже ой ой настоящим помидором здесь еще один вон там висит надо снять его я не долезу туда ну а этот пускай висит вон там вот так вот ребята все полили помидорчики немножко опрыскали их полили вот ой ой ласточки разлетались да их и не видно такие тучки ух ой ну хоть прохладнее стало а то вчера поехали на рыбалку такая духотища ну вообще просто как в бане да Алешек да бочка сидит а это голова торчит сбоку видно туда под крыло залезло надо бы показать как они прячутся под ней черный рядом сидит да а это вот там голова я не знаю успею а то сейчас опять их разбужу да ладно завтра просто когда пойдешь закрывать возьми этот вот сейчас свет включишь они начнут керпаться камеру да там еще светло да митяй вымывается да митяй рыбы нажрались рыбы нажрались я им дал ногу как тихо у нас ушах звенит птицы уже петь перестали тихо ласточки летают они уже наверное кучкуются собираются улетать наверное они рано улетают да потому что вот собираются на проводах вот мы видели на рыбалку когда ездили они там сидели на проводах много-много их прям вот вот в общем так вот ребята митяшка вылизывается варя тут сидит рядышком варварушка варя 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 да близко в хате пошла домой ладно и нам надо идти поужинаем а я творожку поем я не буду арбуз не на ночь не хочу арбуз а я бегаю да